МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на ТНТ в студии Андрей Фадеев. И вот о чем мы хотим вам рассказать сегодня. Как кошка с собакой. В приюте Кошкина семья учредители не могут найти общий язык, а крайними остаются питомцы. К вам приехал ревизор. Депутаты проверили главные березняковские стройки. Воспитательница 1 мая. Сегодня принимают поздравления работники дошкольного образования. В Кошкиной семье разлад. К нам обратились волонтеры приюта и сообщили, что из-за конфликта двух учредителей они лишены возможности ухаживать за своими четвероногими подопечными. Евгения Кокшарова встретилась с бунтующими зоозащитниками. Подстилок нету. Все сырое. Пропахнули. Ой, сволочи. Ой, сволочи. Это видео нам прислали волонтеры приюта Кошкина семья. Они считают, содержание усатых постояльцев здесь оставляют желать лучшего. Зоозащитники даже написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Видели мы, как они котят, и опарыши мы находили. И что лотки грязные, кошки голодные, и ревут, и плачут. У меня прямо сердце сжимается, вы знаете. Вот не могу я это слушать, не могу. Проверить слова волонтеров нам не удалось. Практически все кошки находятся под семью замками, а не в комнатах, которые заперты. Волонтеры сетуют ключей. Нет. Один из учредителей приюта Вера Ефремова просто не подпускает этих женщин к питомцам. Самое главное, что кошкам, как и собакам, не хватает человеческого тепла, общения, ласки. Лишним никогда не бывает. Тут Вера Ефремова говорила, что это не зоопарк, не цирк, не надо сюда никому ходить. Тут начала какие-то доводы приводить, просто выгонять. Вера Ефремова сейчас находится в отпуске, но навстречу пришла еще один учредитель Елена Васимова. Говорит, в один прекрасный день решили разделить приют на кошек и собак. С тех пор началась зверская война. Вера Сергеевна дала команду у кошек убираться один раз в день. Но это, конечно, невыносимо. И вот в один прекрасный момент девочки-волонтеры пошли туда и просто в одной тарелке у кошки нашли опарыша. Они это неделю не кормили кошку. Кошка сколько там сидела без еды, не знаю. Она кормила жидким, черным бульоном. Я говорю, нельзя же жидко. Они так лучше едят. Вот она так и говорит, они так лучше едят. Сегодня нам по телефону удалось связаться с официальным заместителем Верой Ефремовой Юлией Хузиной. Она пояснила, животные содержатся в тепле и сытости. Кошки не находятся в антисанитарных условиях. У кошек делается два раза в сутки уборка со средствами, которые обеззараживают. Элементарно с белизной даже делается. Также кошки кормятся два раза в сутки. На две комнаты кошки съедают по 10 литров каши, сваренной на мясе. Вместе с мясом даем рыбку, даем сухой корм. Уже завтра мы лично проверим эти слова. И в ближайших выпусках покажем нашим телезрителям, каково живется постояльцем приюта Кошкина семья. А пока этой непростой ситуацией уже заинтересовались в Березняковской полиции. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Обвешенные и обманутые. Сегодня в Березняках прошел прием по защите прав потребителей. Пришли на помощь горожанам специалисты отдела по развитию предпринимательства администрации города. В центральной библиотеке было многолюдно. Хотел бы понять, что они вам пишут. Потому что у меня сейчас есть справка. Разошлась по швам блузка. Установили некачественный фильтр очистки воды. Отказываются поменять бракованный телефон. С какими только бедами не приходили березняковцы. Чиновники же в ответ подсказывали, как действовать или брали на заметку ухищрения нечестных предпринимателей. Но основной совет, который сегодня давали правозащитники, столкнувшись с некачественным товаром, первым делом писать претензию в адрес продавца. Также вы можете обратиться в Роспотребнадзор по телефону, который вы видите на экране. Первое написать претензию и послать ее почтой, заказным письмом с уведомлением и описью. Это самое главное. Дождаться ответа любого. Положительного, отрицательного любого. И дальше, если вы считаете, что правда на вашей стороне, обращаться в суд. В параллель до суда вы вправе обратиться еще и в Роспотребнадзор. Строить по-березняковски. Сегодня депутаты городской думы проверили ход реконструкции парка и возведения ледового катка. Также народные избранники посмотрели, как обстоят дела в здании кинотеатра «Авангард». Темпы строительства сможете оценить и вы, посмотрев наш следующий сюжет. В этом году всего выделено на реконструкцию городского парка 27 миллионов. Из них 9 миллионов 226 тысяч – это деньги краевые. Представитель управления благоустройства показывает схему реконструкции парка и рассказывает, на выделенные средства уже многое удалось сделать. Работа сделана большая. Очистили от старых деревьев, разбили новые дорожки, газоны. Я думаю, что это будет хорошее место для отдыха горожан. Здесь появилась площадка для катания на скейтах, установлены тренажеры, оборудован игровой комплекс. Гулять уже можно. Но у депутата Татьяны Завьялова есть некоторые опасения на этот счет. В идеале песочница должна быть закрытая, а для самых маленьких почему-то не предусмотрено укрытие от солнца и дождя. Что касается соблюдения санитарных норм и правил. Вот мы стоим у песочницы, есть определенные требования, конечно же, к содержанию потом вот этой площадки. Они обязательно должны предъявляться и должны выполняться. Следующая остановка – стадион Березняки «Арена Спорт». Самый крупный строительный проект – крытый ледовый каток. Его стоимость почти 212 миллионов рублей. Но пока подрядчик отстает на три месяца. Рядом с ледовым катком также ведутся работы. Будет здесь что? Здесь индивидуальный тепловой пункт, прокат коньков и раздевалки для двух команд. Ну, медицинский кабинет, соответственно, и тренерская. Если эти объекты сдадут в следующем году, то ситуация с бывшим кинотеатром «Авангард» до сих пор в подвешенном состоянии. Ремонт затянулся. Вот здесь представлены картинки зрительный зал, как примерно он будет выглядеть, и центральное фойе. Но реальность от картинки отличается. Пока это голые стены. Здесь будет гардероб, а это будущий зрительный зал. По плану, первые зрители войдут сюда только через год. Работы должны были быть выполнены. Я не просто так вопрос задаю. В этом году осенью затягивается на целый год. В отношении того, что практично-непрактично, я считаю, зал на 370 мест маловат. Сделать зал больше было нереально, объясняет директор культурно-делового центра. «Авангард» – это объект культурного значения, регионального значения. И стены сносить существующие нельзя. Все свои пожелания депутаты высказали исполнителям проекта и надеются, что каждая копеечка из бюджета выделена не зря. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Кстати, в депутатском полку прибыло. Сегодня на заседании городской думы представили нового народного избранника Юрия Горошко. Это первое заседание городской думы, на котором присутствует Юрий Горошко. Напомним, 10 сентября, в единый день голосования, березняковцы доверили ему шестой округ – досье. Горошко Юрий Анатольевич родился 18 августа 1967 года. Учился в школе номер 3, затем в Березняковском химико-механическом техникуме закончил Пермский государственный технический университет по специальности горные машины и оборудование. Прошел путь от рабочего на гидрозакладке на первом калийном руднике до начальника управления горномонтажных работ в Уралкале и ремонте. Участвовал в ликвидации последствий аварии на первом руднике. Награжден почетным знаком «Шахтерская слава третьей степени» орденом «Знак почета» – женат, воспитывает двоих детей. Новоизбранный депутат был определен в финансово-бюджетную комиссию. Юрий Горошко признался, в веренной ему территории немало проблем. При выборной кампании я разговаривал с избирателями. Основные проблемы я знаю. Это проблемы по ЖКО, это проблемы по старым деревьям, это придомовое хозяйство. Моя задача, наверное, довести эти вопросы до тех структур, которые обязаны выполнять эту работу свою. Кого-то уже выбрали, а кто-то только мечтает о власти. Уроженка Березняков метит в президенты. Наша землячка Александра Селенинова, считающая себя внебрачным ребенком Бориса Ельцина, собирается участвовать в выборах главы государства. Женщина даже составила обращение к Конгрессу США с просьбой о помощи. Выборы состоятся в марте 2018 года. Гражданка Селенинова, которую в Березняках знают как бывшего милиционера, уже составила свою собственную предвыборную программу. Однако Александра Ивановна считает, что в кандидаты может пробиться только человек при должности и деньгах. И по ее мнению, путь в президенты для простой пенсионерки Селениновой обещает быть тернистым. Поэтому Александра Ивановна почему-то решила заручиться поддержкой Конгресса США. И сейчас экстравагантная леди ждет ответа из Америки. Я понимаю, что где я и где Конгресс Соединенных Штатов. Само при себе выдвижение даже, это очень под большим вопросом, потому что это сделать весьма-весьма трудно. Ну сами понимаете, какие условия там для выдвижения. Я хочу выразить свою позицию с политикой нашей нынешней власти. И вот я хочу, чтобы это было сильно услышано. А теперь пришло время нашей постоянной рубрики «Новости коротко». Слово Александре Зелениной. Студенты из Березняков, которые учатся в Пермской сельскохозяйственной академии, теперь значатся студентами университета. Указ о повышении статуса вуза появился на сайте Министерства сельского хозяйства России. Теперь полное название звучит так – Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Прянишникова. А вот Политехнический университет прославился новым открытием. Ученые изобрели уникальный материал для утепления и строительства домов, который ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Несколько лет ученые корпели над созданием наностекла из стеклянных отходов. Новый материал практически не пропускает холод. Наностекло очень легкое и прочное. В Перми уже построен первый наностеклянный дом. А в Пермском политехе готовятся развернуть производство инновационного стройматериала. Накануне жители Пермского края видели в небе необычный летящий объект. Около 9 вечера очевидцы запечатлели яркое нечто, приняв его за НЛО или комету. Астрофизик из Пермского классического университета пояснил, что это вовсе не космическое тело, а баллистическая ракета. В Министерстве обороны подтвердили – мы стали свидетелями успешного испытания межконтинентальной ракеты «Тополь-М». Она стартовала с полигона Капустин-Яр в Астраханской области и поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Так что летающий объект могли заметить не только прикамцы. Новости коротко подготовила Александра Зеленина. Сегодня вся страна отмечает День воспитателя. Про педагогов детского сада говорят – это люди, которые остаются в наших сердцах на протяжении всей жизни. Екатерина Кравцова расскажет о воспитателе, которого она считает особенным. Есть такая традиция – поздравлять воспитателей с их праздником. Вот и я сегодня с букетом стою на пороге детского сада, где сегодня работает воспитатель, которая одна из первых видела мои первые шаги, была свидетелем моих первых маленьких успехов. И сегодня со словами благодарности я иду ее поздравлять. Здравствуйте! Ой, здравствуйте! Поздравляю вас, это вам! Спасибо большое! Годы идут, а Маргарита Анатольевна не меняется. Глаза лучистые, улыбка открытая. Из года в год она, как никто другой, умеет организовать и, самое главное, заинтересовать детей. Найди меня, прячься! Найди меня, вот и я! Сейчас в ее ведении ясельная группа. Родители знают – два годика – самый непоседливый возраст. Но даже эти маленькие каприски все без исключения вовлечены в образовательный процесс. Это моя профессия и любимое мое дело. Я учу детей и сама от них всегда учусь и повышаю свои знания. И мне нравится быть среди детей. Она пришла в детский сад, когда ей было всего 24 года. И осталась всерьез и надолго. В профессии почти 4 десятилетия. Первому выпуску Маргариты Николаевой уже по 42 года. В конце 90-х ее труды и наработки использовались в методических учебниках и докторских. Благодаря идее Маргариты Анатольевны в детском саду введена особая система изучения цветов. Какой человечек придет по цвету, такая будет и дорожка. А, дорожка! Каким цветом пришел человек? Делаем красную дорожку. Например, мы изучаем, пусть будет красный цвет. Первый самый был красный цвет. Нужно было первый день принести игрушку из дома. Это опять уже совместная деятельность родителей. Затем уже в среду у нас была подготовка, знакомство с одеждой. Чтобы каждый ребенок и каждая мамочка подготовили именно одежду. У нас будет фотосессия и мы должны быть все в цвете. Она очень нравственный очень педагог. Она педагог старой закалки. Она очень многому может научить девочек, учит правильно, как себя правильно вести. Это педагог, который пришел к нам по призванию. Что называется, педагог от Бога. Человек, который видит каждого ребенка, слышит каждого ребенка и умеет в каждой ребячей душе найти свой подход. Маргарита Анатольевна Николаева из тех педагогов, которым не важен карьерный рост или формальные титулы. Самая большая награда – это благодарность выпускников, которые по прошествии лет доверяют своих детей именно ей. Кстати, так поступила и я. Обе мои дочки прошли именно через группу Маргариты Анатольевны. Желают крепкого здоровья и послушных воспитанников. Екатерина Кравцова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. А мы решили дать возможность березняковцам поздравить своих самых чутких и самых заботливых воспитателей. Хочу поздравить свою тетю Татьяну Николаевну. Она мне работает воспитателем. И наших воспитателей также хочу поздравить детский сад номер 77. Желаю вам терпения с нашими детьми. И благодарю вас за чуткость, любовь и понимание. С праздником вас! Поздравляю с их профессиональным праздником. Желаю им успехов, зарплаты большой, домашнего уюта, ну и счастья в личной жизни. Поздравляю наших воспитателей с этим праздником. Пусть они дальше будут такими же хорошими в группе. Здоровья им и сил. А какой садик, какая группа? 11 садик, вторая группа. Работать воспитателем, мне кажется, очень сложно. Я поздравляю и желаю им, ну в первую очередь, наверное, творческих успехов и здоровья. Потому что здоровье с нашими детками нужно грандиозное. Я поздравляю всех воспитателей с этим хорошим праздником. Им главное здоровье, чтобы дети их слушались. Я не помню ни садика, ни воспитателей, к сожалению, но очень хочу всех поздравить с этим благородным праздником. Потому что воспитатели делают очень много для нас и наших детей. Хотелось бы поздравить наших преподавателей детского сада номер один. Всем пожелать здоровья, крепкого настроения, отличного. Оставайтесь оптимистами. Здоровья всем! Моим воспитателям, 6 садика, передаю привет и желаю большого здоровья. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет новая серия проекта «Семейный марафон». С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей! Субтитры создавал DimaTorzok